здравствуйте ассалам алейкум гружу в реноху этот птс который наработан реноха кузов вилтон борта не нарощенные но высоковато не высоты-то хватает просто передними колесами выезжаю на в ямы и проваливается надо подрабатывать все время видите как бы тут криво все немножко от дожди подпросило или ножки две половинки загрузила я сейчас загрузил целую вон грейдер рисует кучу натолкал не может это я короче продвину все третью полную забил и сейчас поеду чтобы он это в точку покажу куда высыпать сегодня грейдер риск уже лучше делает вчера уже работался понял тему и сегодня уже намного лучше делает есть конечно места какие-то вот такие но в принципе это ерунда довольно таки ну вот тут он такую яму оставил смотри трактор еще одну яму оставил побор оставил но уже лучше уже лучше самосончик решил говорит давай по-другому встанем потому что говорит значит тебе когда буду выезжать передними колесами все разватрушу давай будет развернусь пока пустой игрит что по прямой просто выехать из ворот вот это вот вчерашняя что накопал надо увезти ну такой-ка мешок же мы будем туда класть камаз бы сейчас уже заверещал не надо не надо уже бы флаксу бы включил бы давай поднимайся тяжелый сука камень подложка то есть кореша подложка то есть кореша о блядь егали как он туда останутся а кто сбор по куче подкатился и как тот борт по крайней мере ему там подушка была отключила удар покатился покатился уже в веноку это верхний зеленый слой кто построил из соседей не болот на участок сейчас вот человеку приходится вывозить отсюда самому концов уже не найдешь а строить надо поэтому грузим и вывозим и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 18 кубиков объем что было понятно получается что двести шестьдесят тысяч только получается вот и три на четыре метра плюс экскаватор 2 500 час ну экскаватор чё там за два часа все это бы сделала но дело то что машины за два часа такой объем не привезут посчитайте сколько обходится осушение болотины то есть купил участок я не знаю в том году продавали по 350 в этом году за сколько он его купил я не знаю но там просто не глядя 2 ляма вот я уже тут стоп-лубов знаю что даже вот соседский участок он с виду нормальный это там до неделю там работал экскаватор и в неделю не возили это все пдс хотя она была отсыпать танц боем бетона а потом пгсом они читают все пгсом вот таким вот крупными камнями по гвс конечно такие цифры будут космические вот этот фундамент я строил вот это под забор строил там планировку и вот здесь вот вот она сегодня вызывала экскаватор и вот он не делал видишь и здесь выкопал перевез камни оттуда сюда на тот участок проезда не будет если они что-то сделают понимаете какая тут схема через них проезд на ту сторону мне она не звонила то есть но в том году я вот у них работал здесь все планировал ну не у них у кого они дом покупали мне она не звонила то есть ходили на едут и со всеми работают чтобы это что-то копали она мечта сказала я и ответил но походу ей не понравился мой ответ и она короче берет других себе помощников что вернулся сюда зеленый что я забрал сейчас буду крушить эту всю фигню чуть-чуть часок наверное покопаю время 21 час я ровно заметил время вас кто приехал сейчас занимаетесь в час накопаю на объем нужный потом вывез и все как бы лежит неудобно зацепиться руки поменьше взят и все не шаг не повышается зацепиться вроде камень небольшой блин что-то он как-то не поддается да блин 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 я здесь все себя протягиваем и все трактор взят и они не едят в конце ничего да все в конце не все ст все Надо, по идее, встать откуда и поправить с той стороны, за ним. Взять. 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 Не выбор, а мне этих, не горю. Съеду, наверное. Силы не хватает или, я не знаю. Может он-то и сам длинный. Не знаю, какая у него длина, высоко. Чуть, пять метров, не знаю, кто его знает. Взять. Взять. Торпы. Час. Что бы мне считать? Окей. Главное. Бывает, макушка торчит, а он там под низом, блин, ещё два метра. Такое часто бывает. Обычно меняется с локацией мокера, но в равными углами копаешь и мокер. Себя отталкиваю и все. Мне еще надо туда углубиться. По идее вот этот весь пол на срез вот эту шишку. Камни они как бы тормозят, тормозят здорово. Сейчас, в первую очередь, на там захвате, где я грузил ринок этим ПГС. И не зеленка этим, не тормозят, а ПГС. И человек приехал, посмотрел, а что там, типа, глина посредине двора, типа, с ковша насыпалась. А это не с ковша насыпалась, я говорю, это колеса передние так нам отрушили. Потому что, ну, машина стояла вообще в другом месте, есть машины в ковшавне, ничего-нибудь мало, ни разного. Это колеса так передние, когда грунт плохой под трактором, там щебенка, она засыпана сверху глиной. И видать, ну, колесами передними крутишь, то получается, что, конечно, что-то все дело в отрусах. Я уже это давно заметил, у нас где грунт хировый, а там проблема начинается с этим. Потому что трактор неравноколесник, он получается в горке в грунт. Вот. Я говорю, это колесами передними. Он, блин, да как такое может быть? Я говорю, у вас слой там тонкий. Не, не, у меня там все хороший, типа, не тонкий, все нормально. То есть, везде по двору все нормально, а в том месте, где я как раз разворачивался, ну, там такая фигня. Хотя я старался разные траектории брать, но вот как бы, ну, там, я брал разные траектории, но вот там, получается, больше всего разворачивался. И там видно, вот прямо от трактора, это ли я. Прям, как я ехал на дюрал, и возил, прямо как-то продавил грунт, как бы, ну, и видел, что трактор ездил. Я думаю, вы тоже сталкивались с тем, что если плохой грунт под колесами трактора, по-передней, он оставляет следы, где колеса крутил, и так же вставляет колью за собой. То есть, он продавливает, все-таки 8 тонн они продавливают. Бывает даже по болоте не один раз можешь проехать, а второй раз уже, короче, ни хера, он уже проваливает. Вот такая вот схема. Так что, в принципе, поворачиваемся с задней осью. Вообще, это, конечно, для плохих грунтов очень хороший вариант. Жалко, что самому не сделать, так бы можно было передний мозг, конечно, сзади внедрить там и что-нибудь там намудрить, но я думаю, конечно, это тяжеловато. Надо будет, если мосты только от четверки поставить, а тройку, что-то с рулёвкой, внедрить. Наверное, можно сделать? Не знаю, какой-нибудь ценой, но я думаю, в принципе, это как бы реальный вариант. Конечно, у нас не лучше уже купить такой готовый здесь вот, сделать. Оно не всегда представляется возможной. Такая тема. Ну, как сам это я не могу никак. Более. Далее всё. Длинный пилан там ничего везёт. Более всё. Надо боком вставать и с той стороны покапывать, Когда и получится его завалить, но не могу и все, а вот трактор А вот трактор еще не едет, больше нифига Ладно, поменяем дислокацию, сейчас перевезу этот материал в сторону и попробую с этой стороны ставить Я посмотрю, сколько времени 34 минуты, в принципе, ровно час прошел Нет смысла дальше играться Бреть Сейчас прошел, сейчас прошел, все Но потом считаться будет тяжело Наработал я материал, наработал На загрузку есть? Есть Все Здесь пока хорошее День был паспорного, десять часов вечера, солнце херачено Сейчас разложу здесь какие-то живые, чтобы машины не парковали День был День был День был